а бусинка у нас сейчас куда пойдет гулять пойдем ай танец восторга засиделся скажи за две недели меня только перед домом выпускали счастье счастье покажи счастье ай молодец вот так вот так мы радуемся еще еще больше он радуется когда я вечером с работы прихожу там счастье столько не сказки сказать не первым описать поедем и сейчас нету какой-то видели рядом то ли озерцо туда речушка погуляем немножечко выведем его на поводочке походить кто зевнул в ответ ставьте лайк счастье счастье у собаки лишь бы анечка не улетела вслед за ним вот там вот какая-то вода озерко сейчас через мостик перейдем спустимся к берегу в общем в общем вы гуляем немножечко барбоса а то засиделся у нас он как какой радостный как ненормальный тянет все здесь интересно все надо обнюхать все надо обоссать провода вот это был бы контент бусинку нашу бы слегка бы током бы жахнула вот дает мне такое ощущение что не будет сейчас сетки он бы еще попытался бы спрыгнуть что-то он вообще сам не свой не в себе это точно это точно расскажу немножечко за породу для тех кто не знает на постсоветском пространстве это порода она ассоциируется с чем-то страшным то есть собака-убийца неадекватная неконтролируемая еще что-то в этом роде причина причина подобного предубеждения она просто в свое время в 90-е порода стала популярна среди не лучших представителей человечества так скажем типичные представители 90-х типа а-ля бандиты знаешь а-ля быдло а-ля рэкет а-ля еще там что бы то ни было все мы знаем эти времена вот и собака стала средних популярна потому что собака сильная собака смелая и при при определенных усилиях можно воспитать его довольно там скажем так агрессивным научить бросаться на людей и так далее все это можно но это надо постараться потому что сама порода выводилась для боев с другими животными с собаками и во время селекционирования как бы выведения породы любая агрессия к человеку пресекалась и собака дальше в разведение не шла то есть искоренялась на на корню агрессия к человеку у этой конкретно породы то есть человек должен был зайти в ринг спокойно и дерущихся допустим двух собак их разнять без малейшего риска для своего как говорится здоровья вот это то что в этой собаке заложено я как бы не говорю что это там белый пушистый как говорится ангелочек нет он может быть очень опасен для представителей других как бы ну для для себе подобных общем для собак может быть опасен конечно потому что он ну как бы никого не боится и любой вызов который собаки обычно часто бывают там когда нюхаются еще что-то там горцует там грудь вперед еще что доминировать пытаются он его принимает сразу то есть вот ну как бы не вопрос его хочет подраться давай подеремся обычно как бы дальше одного рыка дело не заходит потому что оппонент сразу сразу осознает что был неправ и иритируется чаще всего так и было это это было с ротвейлерами это было с овчарками это было но это было с разными собаками со стаффордами он почему-то никогда у них так не получалось что они как-то драться с питами стаффордами почему-то они сразу ну как-то играть начинали не знаю не мерились они в общем достоинством во время обнюхивания а так как бы сразу начинали игру и поэтому слава богу все как бы обходилось хорошо нормально вот так значит еще что про эту породу я вам могу сказать помимо того что собака это очень дружелюбно к людям как вы можете видеть из наших видео да он очень вообще веселый активный это еще является собака символом сети магазинов в америке называется магазин target это вот символ этого магазина он у них на лейблах именно вот с таким пятном на глазу на всех их них там плакатах рекламах и так далее именно британский бультерьер не скажу точно с какого по какой год но очень долгое время британский бультерьер являлся являлся символом оксфордского университета за ну за свои качества да и вообще в англии это это считается собака джентльмена то есть такое называют собака джентльмена в общем все 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 мифы которые ходят до вокруг этой собаки они либо надуманы либо либо родились от вот к сожалению от нерадивых владельцев которые неправильно воспитывали собаку собака повторюсь сильная и при неправильном воспитании может быть опасной если в ней развивать злобу к человеку там натаскивать на бои но они очень эмоциональны по сути по своей и после боя могут даже немножко депрессировать что пришлось там с кем-то сильно драться вот я не знаю как будет слышно ветер конечно поднялся что-то ни с того ни с сего такой приличный что еще что еще я могу сказать за эту породу а да кстати я хотела привести пример видели в интернете часто бывают такие видосики когда когда какой-нибудь маленькой маленькой собаченцы так отвернусь бусе сил какать маленькой какой-нибудь собаченцы дают там какой-нибудь один кусочек корма вместо там не знаю вместо полной миски и как она бросается на своих хозяев и как всем весело от этого куча куча видео в интернете когда вот маленькие всякие такие шавки различных пород ну бросаются на своих хозяев там скалят зубы то все и это так мило это так весело это так тупо вот что я вам скажу собака какого бы размера она не была должна знать четко свое место в иерархии семьи что касается бультерьера то в книгах по воспитанию этих собак которых я прочитал немало написано одно четкое правило которое должен уяснить каждый владелец собаки тот кто уже владеет собакой тот кто планирует завести собаку и неважно какую бультерьера или тойтерьера знаете или чихуахуа неважно главное правило место собаки в иерархии семьи последние последние от слова совсем если есть в доме кошка она главнее если есть в доме рыбки они главнее то есть собака на последнем месте это не значит что ее не любят это не значит что она будет как-то обделена чем-то но это значит что она четко осознает свое положение и понимает что доминировать она не имеет права ни над кем в семье абсолютно вот это правильное положение собаки в семье и можете любить ее сколько хотите там тискать играться и так далее но в каких-то вопросах воспитательных нужно четко придерживаться очень такой такой строгости и корректности в этом в этом отношении в общем не знаю наверное у меня все на этом те кто те кто чё там женщина бутылками кидается что ли играются понятно в общем те кто хочет как бы ну узнать какую-то достоверную информацию по какому бы то ни было поводу знаете как я не знаю такие вот стереотипы там бультерьер тире убийца я не знаю ну много много таких много таких моментов там свидетели иголы страшная секта туда что угодно вот то что не возьмите советую вам ребятки немножечко просто изучать вопрос брать непредвзятую информацию благо интернет у всех есть рассмотрите youtube и и просто не как сказать не не находить информацию под себя да под свое мнение как мне нравится о согласуется вот это я послушаю так сказать это мне мой слух ласкает они предвзято рассматривать факты так вот по факту порода это любима и ценима во всем мире кроме кроме бывшего советского союза благодаря тому что ей определенными извиняюсь за выражение дебилами создана плохая репутация у меня на этом все такое вот коротенькое видео пока пока до новых до новых встреч мы дальше гуляем вот как бы тоже еще определенное свидетельство цивилизации который выражается просто в том что вот пожалуйста убирайте за своей собакой и вот вам бесплатные пакетики если не хотите покупать за свои деньги вот стенд с пакетиками вот бочка под под отходы под эти органические табличка и вот тропинки парки для прогулки вот не знаю уважаю достойно как минимум лайка вашего